Всех приветствую на своем канале. Я решила записать обзор того, что я сегодня купила аж в трех магазинах разное время. Суток, этих самых дня точнее. В общем, завтра еду на велике в гости и надо было купить что-то к чаю, скажем так. Ну, вообще у нас в семье и близкая такая вот родня, как от друзья. Ну, я не знаю, может еще где-то так, но чисто в семье принято, если едем кому-то в гости, идем кому-то в гости, то обязательно нужно что-то с собой приходить, прям как японцы. И, в общем, я тут покажу сейчас немножко то, что я купила, но вообще то, что в гости, это, конечно, уже не покажу, она уже убрана. А то, что я купила чисто себе, вообще я сегодня столько денег грофнула, у меня было желание сгонять даже в Ярик, но когда, в общем, получается так иногда в жизни, что люди, с которыми вроде как давно общаешься, это общение нужно только тебе, а не этим людям. Ну, да не будем о грустном, вообще мне что-то... Люди, кстати, вы не знаете, к чему снятся те, с кем вы когда-либо дружили, общались, но по какой-то, допустим, причине, ну, разошлись интересы, там, это разные взгляды на жизнь и тому подобное, вы уже с этими людьми не контащите более, допустим, 50 лет. Ну, в смысле, получилось как 50, в смысле, ну, допустим, 7-10 лет, как-то так. И вдруг они вам снятся, снятся, снятся. Что-то у меня даже подмывало, вчера одной девчонке написать, с которой мы когда-то общались, но вот я хочу порекламить. Раньше я эту рыбку покупала в Дикси, кажется, сейчас ее в Дикси уже 100 лет не вижу, это вот покупала в Красно-Белом, да, кстати, я отарилась сегодня в Красно-Белом, и оттуда с мая месяца никак не могла заехать, то велик мимо ехал, то у них там привоз какой-то, то увоз или еще что-то в этом роде. Ну, в общем, магазин, куда я все давно собиралась, оно как-то это, не складывалось у меня там. Вообще, у меня их две. Одну я уже вскрыла и с котом немножко поделилась, можете говорить, что соленое окошком нельзя, но некоторые коты этого не понимают, и если ты с ним чуть-чуть не поделишься, то он просто это скоммунизит. По-моему, 129 рублей, может быть, с копейками тут, 120 грамм. Ну, конечно, она не совсем тут такая полезная, да, вообще не полезная мне тут это, я пытаюсь есть полезную пищу, ну, я вроде как редко ем соленое, копченое, поэтому я думаю, что немножко можно. Это у нас, по словам одного товарища, относится к вредной пище, это горбуша, соль и консерванты. Е-211, Е-202. Ну, мне нравится, вот на бутерброде, типа бутербродная, да, тут для идеального бутерброда. В общем, я тут с зерновым хлебушком ее хомячилась, у меня прикуску с супиком. Вообще, это были щи, правда, без картошки, но с мясом. В общем, вот такие две фигни у меня были. Это днем я сегодня ездила. Потом, я как-то такую шоколадку покупала, но получилось так, что мне нужно было кому-то, кого-то за что-то отблагодарить, а под рукой была только шоколадка. Точнее как, человек спасибо ждал на словах, но мне было неудобно, поэтому я подарила шоколадку, и вот я тут купила еще раз ее, но уже себе. Тут у нас 90 грамм, это Яшкина просто любить, любить просто. Молочный шоколад с арахисом, бельгийский рецепт. В общем, попробую, если вам интересно, ставьте камин, я потом оставлю бумажку тогда в таком случае и в пустых пакетиках ее обозрю. Вообще, в этот раз будут очень большие такие пустые баночки. Да, кстати, вторую часть обезьян я постараюсь на этой неделе записать, просто сегодня у нас, точнее со вчерашнего дня, у меня такие слегка технические дома проблемы были, поломки, мелкие поломки в хозяйстве, мелкие, но такие ощутимые на жизни, пока ожидаешь мастера. И было не совсем для обезьян, точнее было как-то время, но так как, когда ты ждешь кого-то, то не знаешь при этом, во сколько человек явится, то как-то геморно это писать видео, потому что только засядешь и уже пришли. В общем, такая же кладка, ну, на 34 рубля, возможно, с копейками стоила. Да, у меня там есть это за скидочная накопительная карта красно-белыми, когда-то года два, наверное, назад, когда у нас только магазин появился в городе, положили в конверте, в почтовый ящик, там где не знаю, что-то я очень редко у них покупаю, не на такие суммы, чтобы у меня там набралось 3%, я думаю, что еще 1%. Вот эту шоколадку из-за этой шоколадки я туда периодически и езжу. И почему я туда не ездила из-за этой шоколадки с начала мая по конец сентября у меня постоянно или были шоколадки, или я саму себя уговаривала, что и так сладкого дофига, ну и тому подобное. Да, я сладкое тоже пытаюсь меньше есть, типа здорового образа жизни, но я сладкое действительно сейчас стало меньше есть. И вот такой вот шоколад еще, у них там есть этот молочный, по-моему, белый есть шоколад с орехами, потом молочный с фундуком, с лесными орехами, и вот тут молочный с миндалем, по-моему, тут только миндаль. Да, молочный шоколад с тайным миндалем. У меня тетя его заценила, я его заценила. Вообще, я помню, когда я редачила за нашим японистом призрачную арку Мадоки, ну, все эти спин-офф и помадоки, тот же вариант, да, и я почему-то не знаю, мне всегда нужен был мозг, а мозгу нужен был допинг, и допинг в виде какого-нибудь такого шоколада. Хотя, на самом деле, я очень люблю черный шоколад, или черный шоколад с орехами, но что-то в последнее время, если я вдруг ем шоколад, то меня тетя почему-то на молочный. Такие дела. Она все время у них там по скидке, по желтому ценнику, по-моему, 169 или 159 рублей. Ну, короче, что-то где-то так. То без одного рубля, то ли 160, то ли 170. Как-то вот где-то на этом уровне. Но очень вкусная шоколадка, кстати. И где она у нас тут сделана? Сделана во Франции. Ну, и состав тут, по-моему, вполне себе нормальный. Сахар, цельный миндаль, 25%, молоко сухое, цельное масло, какао, какао масса, подсолнечный лецитин, ароматизатор, ваниль, в кавычках. Ну, в принципе, по крайней мере, не как русский шоколад, там, с лецитин соевый, да, и этот, и какой-то еще. Это уже в пакетике, просто чтобы, ну, не рассыпалось. На самом деле, сейчас я достану из пакетика, оно было без пакетиков. Это вот яшкинский французский крекер с кунжутом. Я что-то так хотела печенья, и все никак не могла купить. То руки не доходили, то забывала стабильно, то вроде как себя, опять же, уговаривала, что нефиг всякое лопать. Чуть не сказала жрать, да, нефиг всякое жрать, вообще подумала, Люля. А тут что-то дико захотелось печенья, ну, хоть какого-нибудь. И ни на какое вообще, из которых, смотрела, душа не лежала. Вот это что-то я на него посмотрела. Но тоже, опять же, было по скидке, что-то там 25 рублей. Но я на самом деле не знаю, сколько оно стоит. Вот у них какие-то продукты, я сколько не захожу туда, когда вот часто заходила, когда вот так вот раз 5 месяцев. У них шел тот шоколад всегда по желтому ценнику, что некоторые продукты тоже по желтому ценнику. Вечная скидка. 185 грамм. Я тут несколько уже печенья слопала. 4 или 5, как что-то так. Обратно в пакетик заседачу. Так, еще купила. Оно тупо было по скидке. А, еще было баунти, но баунти я слопала благополучно. Сейчас вспомнила, что у меня на балконе, по-моему, визит полотенце сохнет. Я только сейчас про него вспомнила. Ну ладно. В общем, это у нас конфеты, молоко, жар-птицы. Сказки на блин. Я их перепутала с этим самым сродфронтом. Там, по-моему, такие же похожие коробочки, только может прямоугольные. Ну, короче, я ее купила. И она, по-моему, что-то 59-69. Ну, что-то около того. Стоило до 200 грамм. И она еще в слюде, ее еще не распаковывала. Я хотела, еще думала, ее может в гости взять. Ну, там любят исключительно вафли и вафельные тортики. Кейтик, кейтик. У меня вот, блин, в голове сегодня крутилось это из Ребелиона. Ребелион же, да? Из, короче, из Восстания. Тоже по Мадоке. То, что мы сейчас... То, что я опять передачу. Песенка такая из мультика, из их Мадоковского. Там, правда, другой какой-то кейтик был. Но у меня что-то, когда я ехала сейчас покупать этот тортик вафельный, именно вот этот кейтик-кейтик, вафельный кейтик в голове крутился. Короче, коровку и вафельные тортики любят те люди, к которым я завтра собираюсь. Так, вот это я уже купила. А, вот это еще. Это тоже было из Красно-Белого. Домик в деревне. А теперь для детей. Новинка. Первая ряженка от Агуша. Оказывается, Агуша это тоже домик в деревне? Я бы что-то не знала. Вообще ничего Агуша не покупала, так что, как-то не в курсах. Просто увидела ряженку. Какая ряженка была, такую и купила. По-моему, 29 рублей или что-то в этом роде. 3,2% жирности. Вообще, люблю ряженку. Вообще, эта бабушка мне на картинке напоминает мою учительницу по краеведению Ольгу Глебовну. Хотя у меня, сами знаете, какие ассоциации. Так. В общем, из пятерки сегодня я купила вообще, я их видела периодически, они там были по какой-то скидке, то так, то сяк. Сейчас они стоят 99 или с копейками или 99 ровно в пятерке. Это у нас Коуминт. Ну, на самом деле, раньше мне подобные конфетки присылала Юлька. Но так как Юлька уже 100 лет мне ничего не присылала и считает, что легче перевести монетку, чем послать посылку, то, в общем, я купила себе эти конфетки. На самом деле, я как-то не хочу сейчас вот такого какого-то сладкого, но они еще сроком до 7-го, 08-го, 18-го, то 135 грамм. И вот чисто так, когда однажды мне захочется конфет, я их открою. Ну, увидела, купила. Такие вот. Я их даже открывать сейчас не буду, но если кому интересно, тоже, опять же, оставьте комментарии, я, может, отдельно их как-нибудь обозрю, даже попробую. И вот такое какао шоколадной реки. Это, по-моему, чисто магнитовская марка. Это из магнита, естественно. По-моему, 109 рублей с копейками или 109 ровно. 375 грамм. Какао-порошок растворимый. 20-го, 07-го этого года сделанное. Состав сахар и какао-порошок. Самое интересное, что у меня были шоколадные реки. Вот недавно их допила. Коробочка такая вот в таких деревянных, не деревянных, в бумажных этих коробочках, картонных коробочках. Дерево же тоже, да, картон, да, дерево там. Наверное, так сказать. И там вот те же самые шоколадные реки с тем же самым львом и вот с такой же картинкой. И там состав слегка, ну, такой хреновенький. Ну, если забить и хочется тупо какао, то можно купить и попить. И вот внезапно тут вот... Я увидела еще на днях, но что-то, я подумала, у меня еще тут не допить. Думаю, зачем-то. Ну, еще когда увидела, думаю, что куплю, то обозреваю. Обозреваю. Тут на 150 миллилитров напитка, 3-4 чайные ложки какао напитка, залить теплым или холодным молоком или теплой водой, размешать. 24 месяца срок годности. Вот я сегодня как-то завтракала таким какао. Ну, в смысле, вот этим, но с другим составом совершенно. И еще я купила, что-то я не знаю, увидела, но по скидке было. Это не потому, что все вот тут по скидке, не все тут по скидке, все, что я покупала сегодня и вообще. Просто что-то, не знаю, увидела и решила купить. И у меня где-то, может быть, еще завалялся черная часть чабреца, может быть, я его уже выпила, может быть, у меня его кто-то у волок, может быть, я его кому-то подарила. Ну, в общем, к идее надо бы разобраться. И вообще, там, когда-то все собиралась в третий месяц собираюсь заснять видос про Ройбуш. Ну и, в общем, просто я не помню, есть у меня этот чабрец, где он вообще растет. Подозреваю, что, наверное, у меня его нет. И где он растет, если и растет у нас, то я не очень в курсе, как он выглядит и где растет. Но мне очень нравится черный чай с чабрецом. Я когда-то покупала, по-моему, в аптеке чисто этот чабрец или как-то так. Ну, где-то я его отдельно покупала и смешивала. И у него явно согревающий эффект, особенно зимой. Вот такой вот бионик чабрец. 26, по-моему, рублей стоит. 20 августа сего года собран 35 грамм. В общем, вот такие пироги. Посмотрела на телефон и не врубилась, сколько там глянуло время. Бывает такое, глянешь на телефон глянуть время и забудешь уже тут же. Точнее, даже до мозгов не дойдет. В общем, вот такой видос. Если вам было интересно, вы оселили до конца, то благодарствую. Ну и всем пока!